Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема лекции у нас Экология микроорганизмов. Лекцию читает заведующий кафтер микробиологии и урсологии и гимнологии Самаркандского медицинского института Вахидова Дома Маткова. Сегодня на лекции мы разберем вопросы распространения микробов в окружающей среде, микрофлору воды, почвы, воздуха, микрофлору тела человека и функциональное значение микрофлоры. Термин экологическая микробиология был впервые введен в 1945 году в Веноградске для объединения разрозненных разделов общей прикладной микробиологии, занятых изучением взаимосвязей макро- и микроорганизмов. Экологическая микробиология изучает отношения внутри микробных сообществ, а также взаимоотношения микро- и макроорганизмов совместно обитающих общих биотопов. Здесь это определение дается популяции, совокупность особей одного вида микробов, занимающие относительно однородную среду обитания. И понятие биотопов, среда обитания микробов, которая состоит из живых биотических или абиотических природных компонентов, чаще всего из их сумм. микробы находятся в прямых или косвенных взаимоотношениях с средой обитания. Экологические факторы элементы среды обитания или условия среды, на которых микроорганизмы реагируют теми или иными приспособленными реакциями. Если значение экологических факторов, например, температура, повышает максимально возможные приспособительные реакции микроорганизмов, такие значения являются летальными. Биоциноз совокупность популяций разных видов, связанных единой средой обитания биотопом. Микробиоциноз синоним микробиоз совокупность разных видов микробов, обитающих в одном биотопе, например, ротовой полости. И экосистема синоним биогиоциноз является более высоким экологическим рангом и состоит из двух компонентов. Первое сообщество живых существ биоциноза и второе среды их обитания биотопа. Например, естественная микрофлора микробионта тела вместе с организмом человека или микрофлора толстого кишечника соответствующий участок желудочно-кишечного тракта. Межвидовые взаимоотношения многообразны и динамичны. Классифицируют три основных типа соотношений с симбиозом, нейтрализм и конкуренцию. Симбиоз взаимоотношения между организмами. Симбиоз может быть факультативным или облигатным. При факультативном симбиозе каждый из организмов может при необходимости жить и без партнера. При облигатном самостоятельное развитие одного организма без другого не происходит. Также различают третий тип сибиотических взаимоотношений комменциализм, паразитизм и мутуализм. Комменциализм характерно характеризуются такие отношения, когда микробы используют один организм без вреда, но и без очевидных выгодных для последующего. Например, такие микроскопические комменциалы человека, бактерии и грибы питаются сущенным эпителем или остатками органических веществ в желудочно-кишечном тракте. Паразитизм антагонистическое взаимоотношение такая форма приспособления, когда партнер паразит использует партнера хозяина как среду обитания или как источник питания. Как правило, наносит определенный вред самому хозяину. Такие отношения невыгодны для паразита, потому что оно приводит к летальному исходу. Различают облигатные паразиты, такие как вирусы, рикетия, хламидия, облигатные паразиты живых клеток и факультативные. Многие бактериальные грибковые возбудители инфекционных заболеваний являются необязательными паразитами и могут выживать за пределы организма. Следующий вид это мутуализм. взаимовыгодное проживание, принимают такие взаимоотношения, которые имеют взаимовыгодный характер, в данном случае питаясь за счет организма, не только причиняют ему вред, но и синтезируют необходимые витамины. К ним, например, может привести кровь и пищу, принимающую хозяина и самого микроба, это кишечная микрофлора нашего организма. Есть еще один из видов симбиоза, это нейтрализм. Не принадлежащий ни к одному, ни к другому, видны формы межвидовых отношений, при котором обитающие в одном биотопе и едином цинозе популяции не оказывают на друг друга стимирующего или подавляющего действия. Это, например, возникает между некоторыми организмами в кишечнике и в пищевом и топически интересное иногда редко очень сильно различается. И один из видов еще симбиоза это конкуренция. Это сталкиваться конкурес переводится с латинского и возникает в тех случаях, когда микробы одного или разных видов вынуждены соревноваться за пищу и территорию биоциноза а также ресурсы обитания при недостаточности последних. Конкуренция может быть пассивной и активной. К таковым конкурентным способностям по отношению к микробам относятся антибиотики, бактериоцины и органические жирные кислоты. Далее мы разберем санитарно-показательные микроорганизмы. Чем они должны отличаться? Во-первых, должны быть облигантными микроорганизмы микрофлоры человека или животных. Так же, как и патогенные бактерии должны выделяться наружу, длительное время сохраняться во внешней среде, не размножаться во внешней среде и легко выделяться на питательных средах. Следующий один из первых мы разберем санитарно-гигиеническую оценку воды. Таким показателем являются колититр и коли-индекс. То есть, мы должны исследовать воду на общее количество микробов в одном миллилитре воды. Следующий показатель это микрофлора почвы, санитарно-гигиеническую оценку почвы. Здесь мы должны на общее количество микробов одного грамма почвы определить перфрингис титр количества. То есть, в главную очередь мы определяем бактерии класса перфрингис, то есть кластридии. Следующая это микрофлора воздуха. В первую очередь мы должны будем проверять микрофлору воздуха в закрытых помещениях при проветривании и источником выделения воздуха человека и животных. И именно в закрытых помещениях, особенно в клиниках, в аптеках, в ветстанциях должны определять количество микроорганизмов гемолитических стафилококков и гемолитических стрептококков. Санитарно-гигиеническая оценка микрофлоры воздуха заключается в том, что в одном кубометре воздуха минимальное количество микробов не должно превышать 4. Так, микробы третьего царства живого на планете, они обитают повсюду, но встречаются места, где микробов практически иногда и не бывает. Например, человеческий плод в матке он стерильный. Первое встречу в момент родов, как раз микробы начинают обволакивать будущего ребенка и роженцу, поэтому родзалы должны быть максимально стерильными. Затем поступают микробы из внешней среды, после чего одна часть микробов покидает организм, но отдельные виды находятся в благоприятных условиях. Они составляют норму флору биотопов. Иногда рождаются дети при помощи кесарево сечения. Они имеют высокий риск развития дисбактериоза, поэтому очень часто предполагают естественные пути рождения детей. Важнейшие биотопы человека. Дело в том, что на организме человека содержится очень большое количество микроорганизмов и каждый биотоп считается как бы уникальным. Биотоп полости рта содержит в одном миллилитре около 10 миллионов бактерий где-то около 200 вида. Дыхательный тракт содержит до 10 целых второй степени 10 в четвертой степени содержит до 5 и 10 видов микробов. Кожные покровы содержат до 10 15 видов микробов и на 1 квадратный сантиметр кожи приходится около миллиона и 10 миллиона бактерий. Слизистая оболочка глаза имеет около 100 тысяч бактерий на 1 миллилитр слизи и где-то около 3-5 видов микробов. Желудочно-кишечный тракт обладает большим количеством микробов, чуть ли не триллиард штук на 1 грамм миллилитр и содержит около 500 видов микробов. Мочи половой тракт на 1 миллилитр мочи можно обнаружить до 1 миллиарда бактерий и около 30 видов. Норма флора у нас содержит это внешние покровы, кожа, различные полоси, сообщающиеся с внешней средой. Микробов нет в крови, в тканях, лимфе, спинномозговой жидкости, матке и центральной нервной системе. Дело в том, что это в нашем организме самые стерильные места. В настоящее время норму флору делят на облигатную постоянную резидентную индигенную аутохтонию и факультативно случайную транзиторную аутохтонию. Мы сейчас как раз разберем микрофлору кожи человека. Кожа является зеркалом здоровья. Кожа имеет постоянный контакт со внешней средой. Однако кожа неблагоприятная среда для микроорганизмов. Нет запаса питательных веществ. Эбидермис постоянно слущивается. Губительные действия секрета потовых желез, секрета сальных желез, лизоцин вырабатывается. Все это обеспечивает кожу способность самоочищаться. При этом не чаще чем чем чаще тем лучше. Дело в том, что процессы эволюции некоторые микробы у нас приспособили жить на коже. Они находятся в протоках сальных и потовых желез и волосяных покровах. В основном это стафилококус эпидермикус составляет 85% сарцинии, дифтероиды, грибы, стриптококи и все это вместе они составляют где 10-15%. Самые грязные участки кожи это те, которые защищены от высыхания. Это паховая, подмышечная область, межпальцевые промежутки, наружные половые органы, анус, лицо, шея и руки. Если болезнен грязных рук, поэтому с детства учит личную гигиену. Обработка рук хирурга надо купаться более 15 минут, кожа человека здоровится, они не ощущают микробов. Но только стоит получить травму, кожа, ожог, экзема развивается, гнойное воспаление вырабатывается и микробы начинают размножаться. У кого изучаете микрофлору кожи? В основном это работники пищевого, блоков, магазинов, кассов, работников детских урождений у медицинских работников. И как они изучают микрофлору кожи? В первую очередь они делают дегетериальные отпечатки, то есть берут смысл с рук при мытье полов и мы как раз определяем, что отпечатки, когда берут с рук или с какой-то поверхности тела человека, то там начинается рост бактерий. Но если этого не происходит, бактерии не размножаются. Следующий у нас микрофлоры дыхательного тракта. С каждым вдохом поступает около 14000 единиц микробов в наш организм. Но большинство остается в верхней части дыхательных труб, потому что у нас идут защитные факторы респираторного тракта. В первую очередь это ресничные эпители, барьерная функция слизистой оболочки, фагоцитарная активность макрофага, секрет бакалавитных клеток, продукция иммуноглобулина секреторного А, лизоцин, альвеолярный суфрактан. Чаще всего возникает ОРВИ в дыхательном тракте в зимних условиях, очень часто болеют дети и еще больше болеют курильщики. При микрофлоре дыхательного тракта основную флору составляет зеленящий стрептококк около 90%, стафилококк, дифтероиды, микрококи и другие. Однако 5-10% людей являются носителями патогенов стафилококков. Они представляют опасность при работе в детских учреждениях это в родильных залах, где новорождены хирурги различных профессий, студенты производственной практики, студенты 5-6 курса, повара, продавщицы продуктовых магазинов. Дальше мы изучаем микрофлору слизистых глаз. Слизистые глаза постоянно смываются слезой в основном коринобактериум ксерус и стафилококкус. При заболевании глаза дается больше на увеличение возраста. То есть возрастом увеличивается микрофлора. Следующая у нас микрофлора мочеполового тракта. Считали, что в мочеполовом тракте микробов нет. Однако в последние годы установили, что здесь микробов намного больше, более 30 видов. Основную флору составляют стафилококки, лактобактерии, энтерококки, коринобактерии. Микрофлора мочевого тракта с возрастом у мужчин с гипертрофией простаты увеличивается микробная флора. Микрофлора влагалища в период рождения несколько секунд или часов она стерильна, а затем обсеменяется микробами. однако в конце суток она колонизирует после чего микрофлора влагалища ведет себя различно в зависимости от цикла и возраста женщины. Мы также сейчас по этой таблице можем определить основные микроорганизмы составляющие нормальный микробиоциноз влагалища. микроэкология влагалища она состоит из 50-100% лактобактерий эпидермального стафилокока стрептокока петострептокока коринобактерий и элбактерий. 30-50% составляет ореоплазм, микоблазм, бактериоиды и вэллонелы. 10-30% гандронелы, клостридии, бифидобактерии, актиномоцеты и фузобактерии. И 10% меньше 10% это бактерии кандиды, эсерихи, золотой стафилококк, эсерии и микоблазма. И всего около 30 видов микробов их количество приблизительно составляет 7,5 плюс-минус 0,4 количественных единиц на миллилитр вещества. здесь динамика становления влагинальной микрофлоры у девочек, девушек и женщин. Первое до полу развития в периоды новорожденности основные показатели влаги не абсолютно стерильные. Исключение составляет кесарево сечение. К концу суток впервые образуются аэроби и аэроби. Через несколько дней приблизительно где-то 15-28 дней материнские энстрагены вырабатывают гликоген лактобактерии. И похоже или как у взрослых. Через три недели материнские экстрагены метаболизируются и образуется большое количество именно лактобактерий аэробов. следующее это после полового созревания исходит изменение влагащи это пубертатный период на весь этот период образуются гликогены лактобактерии и появляются эндогены экстрагены то есть у девочек при гормональном созревании происходит увеличение количества микробов. В период менструации меньше всего микробов в этот период они как бы уничтожаются собственной кровью выделяются наружу но лактобактерии здесь абсолютно не меняются. В период беременности улучшаются все показатели гликоген сравнительно небольшой лактобактерии бифидобактерии анаэроба анаэроба особенно в третьем семестре она более стерильна потому что происходит защита плода в период родов снижаются гормоны и поэтому увеличивается количество микробов в течение 40 дней от 40 до 6 недель идет восстановление нормы флоры при менопаузе климакс резко уменьшаются экстрагены уменьшается количество гликогенов лактобифидобактерий аэробов и анаэробов оценка степени чистоты влагалища делится на 4 степени первая это первая степень у них PH очень кислая палочки дедерлейна другие микробы их достаточно мало нет лейкоцитов и характерно только для девочек и нерожавших женщин второй третья степень чистоты влагалища здесь PH слабо кислая палочки дедерлейна достаточно в большом количестве мало в большом количестве стафилококков стрептококков появляются лейкоциты и начинаются некоторые гинекологические заболевания третья степень чистоты влагалища это PH шелочная лейкоциты в единичной форме палочек дедерлейтов тоже малость стафилококков уменьшается образуется энтрококки гатнеллы грибы мекоплазмы холминди и гинекологические болезни очень часто встречаются в этот период при наступлении климакса факторы влияющие на норму микрофлору влагалища первый самый фактор который влияет это аборты менструативно антисачаточные дисбактериозы контрацептивы последним данным влагалище может колонизировать быть может быть колонизировано от 5 до 10 видов лактобактерий и они отличаются друг от друга тем образованием молочной кислоты продукции перекиси водорода у здоровых женщин лактобактерий 90% образует перекись водорода у больных женщин лактобактерия около 11% образует перекись водорода способность адгезии в виде дерла выработка лизоцин бактериоцина повышение местной защиты секреторного иммуноглобулина последние годы к палочкам дерлейна относят и бифидобактерии и у небеременных он достигает до 12% у беременных до 70% также лактобактерии имеют защитное значение микрофлора пищеварительного тракта среди всех биотопов это самое многочисленное потому что он включает в себе полость рта пищевод желудок тонкую кишку и толстую кишку полость рта уникальная экологическая система она поддерживает влажность остатки пищи проникают в кармане десет аэрозация PH уникальная изотоническая содержит около 30 видов микробов их количество на 1 миллилитр слюны достигает до 1 миллиарда к ним относятся такие бактерии как кокки дифтероиды бифидобактерии фузобактерии спирохеты грибы легионелы вирусы простейшие особое значение придает стрептококус митанс который вызывает кариес при длительном нелечении кариес развивает гнилусную флору которая дает интоксикацию аллергизацию и кандидозный стоматит микрофлора особенно изменяется при протезировании пищевод собственной микрофлоры в пищеводе нет и попавшие микроб быстро смываются слюной водой и другими веществами попадающими в наш организм однако при развитии рак ардивирку микрофлора увеличивается следующее это микрофлора желудка в нее попадает масса микробов однако в желудке ph кисло около 4-5 поэтому у здорового человека микробов мало но здесь приспособлены ждут около 30 видов микробов к ним относятся такие грибы лактобактерии бифидобактерии интеракокии хеликобактерии однако у больных гастритов язва хидили и другие сразу накапливаются микробы и вызывается отрыжка микрофлора пищеварительного тракта самая первая у нас идет тонкая кишка в 12-ти пешной кишке микроб еще меньше так как впадает туда желчь но и здесь приспособили жить лактобактерии грибы интеракоки в одном миллилитре кишечника достигается около до 10 тысяч единиц чем дальше от 12-ти перстной кишки тем больше микробов при различной патологии инфекционный колит резекция диарея происходит обратная контомитация микробов так как наступает здесь бактериоз следующая у нас тонкая кишка продолжение при этом изменение ph нейтрали это ведет к нарушению всасывания жиров микроэлементов витаминов и воды то есть нарушение ферментативной функции развивается при диарее следующая у нас толстая кишка это самый большой биотоп содержит 500 видов микробов на 1 грамм чаще всего около 95% туда входят бифидобактерии бактериоиды лактобактерии пептострептококки регионеллы коллостридии котенобактерии и около 3-5% туда входят эшерихи стафилококки стриптококки грибы протеи спирохеты и простейшие для нас сейчас самое главное функциональное значение нормофлоры мы должны знать что есть и положительные и отрицательные стороны положительные стороны это антагонизм между микробами пищеварение марфоструктура газообмен колонизация детоксикация антимутогенные свойства водно-солевой обмен местный иммунитет и витамины при отрицательном самое первое это дисбактериоз при инфекционных заболеваниях при частом использовании антибиотиков попадание в организм пестицидов частая рентгенография ожоги изменения эндокринной системы дерматит гинекологические заболевания почные психические и соматические они очень сильно влияют на нормофлору человека одним из часто встречающих видов изменения это дисбактериоз это изменение количества соотношений состава нормальной микрофлоры организма нарушение экологического баланса между микробными популяциями в составе микрофлоры причина дисбактериоза нерациональное длительное употребление антибиотиков угнетение иммунитета влияние радиации нарушение питания хронические заболевания эндокринные нарушения стресса и так далее одним из видов дисбактериоза является кандидоз ротовой полости здесь как раз кандиды и здесь белый налет ротовой полости гнотобиология это раздел экспериментальной биологии который изучает гнотобионтов то есть без микроб на животных группы гнотобионтов монобионты дебионты и полибионты монобионтов полностью без микроб животные животные дебионты заражены одним видом бактерий и полибионты имеют два или большее микроорганизмов гнотобиология дает возможность изучать роль отдельных видов нормальной микрофлоры в процессе синтеза витаминов или аминокислот в развитии инфекции формирования врожденного и приобретенного иммунитета разработка методов безмикробного лечения ран в условиях пневмобиотической изоляции это нам дает возможность изучить организм и каждый отдельный микроб здесь как раз показано изучение гнотобионтов у животных то есть на данном случае здесь изображена курица которая растет в абсолютно в стилинных условиях включая что ее организм тоже лишили всех микробов сегодняшнюю лекцию спасибо что вы ее послушали самые основные части по показателям почвы воды воздуха мы пойдем на практических занятиях сами произведем все виды изучения показателей окружающей среды спасибо за внимание и пути до Продолжение следует...